Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Здесь мы рассказываем абсолютно все о БУ-запчастях. Мы уже разобрали более 100 моторов и более десяток коробок передач. Помните, что в «АвтоСтронг-М» 160 тысяч запчастей, отличный сервис и быстрая доставка. Ну что, работаем по старой схеме. Вы просили, мы разбираем. Встречаем Ford 1.8 Duratec. Бензиновый двигатель объемом 1.8 Duratec, который выпускали с 2000 по 2010 год, на самом деле является японским. Его разработали инженеры Mazda. Данный двигатель устанавливали на C-Max, Mondeo 3, Focus 2. Естественно, его ставили и на Mazda, на Mazda 5, Mazda 6, Mazda MX-5. И его еще ставили на со-платформенные Focus 2 модели Volvo. Это S40, C30 и V50. И прямо сейчас мы разберем мощно заклинившего красавца, снятого с Ford Mondeo 3 2003 года мощностью 125 лошадиных сил. Двигатель 1.8 Duratec весьма простой и надежный, но некоторые нюансы в нем имеются. Например, напильником надо иногда дорабатывать вихревые заслонки впускного коллектора. Также, чтобы вылечить масложор, здесь иногда надо менять поршневые кольца. Ну, а регулировка тепловых зазоров клапанов и вовсе вам может влететь в копеечку. При пробеге в 200 тысяч километров между коробкой и блоком двигателя часто обнаруживается запотевание маслом. Виной этому крепежные болты заднего сальника коленвала, то есть от вибраций они откручиваются. И в большинстве случаев задний сальник коленвала ни при чем. В двигателях, выпущенных с 2008 года по середину 2009 года, по отзывной кампании меняли вот этот натяжной ролик. Дело в том, что он перекашивался и из-за отсутствия в нем смазки он скрипел. Соответственно, скрипел и весь ремень навесного оборудования. Старый друг лучше новых двух. Итак, встречаем Анатолий. Но внимательные зрители знают, что это не Анатолий, а тот самый Паша. И мы начинаем нашу разборочку. Вот это заслонка с данного двигателя, который мы разбираем. Но на более поздних двигателях, которые устанавливались на Ford Focus 2, заслонка с электронным сервоприводом. Так вот, двигатели с такой заслонкой часто беспокоили своих владельцев плавающими холостыми оборотами и сопутствующими симптомами, такими как медленное падение холостых оборотов при езде накатов. Если не помогает чистка, если не помогает перепрошивка, если датчик положения заслонки в порядке, то проблема самой заслонки, а именно в пластиковых шестернях ее редуктора. Крышка сервопривода несложно снимается и после этого можно оценить люфт шестерен. Если есть люфт, то решений данного вопроса масса. То есть можно в принципе купить отличную бэушную заслонку в «АвтоСтронг-М». Также можно эти шестерни отпечатать на 3D принтере. И существует народный способ восстановления изношенных зубьев шестерен при помощи клея и соды. И еще, если плавание оборотов прекращается при выжиме сцепления, то тогда всему виной датчик педали сцепления. На двигателе для «Мондео» холостой ход регулируется регулятором холостого хода и благодаря ему воздух попадает в цилиндры через вот это отверстие, минуя дроссельную заслонку. Также здесь мы видим сопло EGR, которое подает отработавшие газы, а вот это клапан EGR. Пока Паша разбирает мотор, мы напомним вам, что компания «АвтоСтронг-М» подключила абсолютно все карты расстройщик, которые работают в Беларуси. То есть карты расстройщик от ВТБ, от БПС Бербанка, от Плюорбанка и от Альфа-банка. Но также не забывайте о картах расстройщик, которые уже работали в компании «АвтоСтронг-М» от «МТ-Банка» карты расстройщик «Халва» и от «Белгазпром-Банка» карта покупок. Поэтому за покупками только в «АвтоСтронг-М». Во впускном коллекторе перед впускными окнами ГБЦ находятся вихревые заслонки. На невысокой скорости работы двигателя эти заслонки закрыты. И это ускоряет вихревые потоки воздуха, которые идут в цилиндры. На средней нагрузке либо на высокой нагрузке эти заслонки открыты. И заслонки, кстати, являются больным местом этого двигателя. Из-за пульсации воздуха пластиковые направляющие стальной оси разбиваются, и тогда заслонки начинают цокать, вибрировать и шуршать. Если на работающем двигателе отключить клапан-актуатор либо же снять вакуумный шланг и звук прекратится, то проблема реально с заслонками. На данном двигателе клапан управления заслонками стоит возле актуатора. Ну а на двигателях, которые ставятся на Mazda и Volvo, клапан управления заслонками находится на отдельной площадке. Для двигателей 1.8 Duratec и их аналогов Mazda заслонки и пластиковые направляющие втулки продаются отдельно. А вот для Ford Focus 2 заслонки идут вместе со впускным коллектором, и устранить эту проблему новыми запчастями реально дорого. Но зачем вам новые запчасти, если вы можете купить отличный впускной коллектор пластиковый в «АвтоСтронг-М». Также умельцы изготавливают второпластовые втулки для ремонта разбитых направляющих отверстий или же рассверливают отверстия и вставляют туда маленькие подшипники качения. Чуть не забыли, заслонки приводятся вакуумным актуатором, который управляется электровакуумным клапаном. Электровакуумный клапан частенько выходит из строя из-за обрыва контакта в его клемме. На это двигатель реагирует снижением мощности, на малых оборотах обычно это до 2000 и повышенным расходом топлива. Также после запуска двигателя могут сильно проседать холостые обороты вплоть до остановки двигателя. На электронную неисправность клапана указывает соответствующая ошибка. А вообще, если клапан исправен и вакуумные трубки тоже в порядке, то после запуска двигателя шток опускается. Клапан EGR является основным виновником загрязнения дроссельной заслонки. Его очень просто отключают, то есть разбирают, вынимают шток клапана и собирают все обратно. Регулировать тепловые зазоры на данном двигателе надо каждые 150 тысяч километров. С некорректными тепловыми зазорами данный двигатель трясет на холостом ходу после прогрева. Также он заводится не с первого раза, теряет мощности, а также повышается расход топлива. Самые заметные проблемы с некорректными тепловыми зазорами проявляются при пробеге в 200 тысяч километров. Зачастую, чтобы убрать эти симптомы, сервисмены и владельцы успевают проверить и заменить практически все. И в конечном итоге приходят к регулировке тепловых зазоров. Зачастую владельцы тянут с этой процедурой, потому что она очень дорогостоящая. По задумке инженеров надо снимать ГБЦ, снимать и притирать клапаны, затем собрать ГБЦ и потом подбирать тарированные толкатели. По-хорошему эта работа стоит 500 долларов. На запущенных моторах обнаруживаются выпускные клапаны с подгоревшими кромками. По состоянию нашего агрегата мы видим обильный лаковый налет и износа на кулачках мы не наблюдаем. Пластинчатая цепь растягивается при пробеге в 200-250 тысяч километров. Как и любая цепь при растяжении она гремит и цокает. При замене цепи не лишним будет посмотреть на состояние штока натяжителя. Цепь стоит 50-60 долларов, а полный комплект с шестернями распредвалов, шестерней коленвала, планками и натяжителем в районе 260 долларов от хорошего производителя. Шестерни надо менять из-за выработки. Это как раз таки наш случай. Мы видим выработку на всех шестернях и даже на шестерни маслонасоса. Представляем вашему вниманию народный способ по определению состояния цепи. Вот так провисает растянутая цепь, а вот такая должна быть цепь не растянутая. На данном двигателе шток был максимально вытянут, что значит, что цепь была растянута. А когда я говорил, что надо проверить гидронатяжитель, это посмотреть, не люфтит ли шток. Мы уже готовы к снятию ГБЦ, но прямо сейчас мы покажем вам, что гидрокомпенсаторов в данном моторе нет. Визуально проблем с клапанами мы не наблюдаем, но своды камер сгорания влажные. То есть это то масло, которое не успело сгореть в цилиндрах, потому что его было очень много. Блок в данном моторе алюминиевый. Гильзы чугунные. Напоминаем, что мотор у нас до сих пор в клине. Сейчас будем разбираться, что действительно с ним произошло. По состоянию цилиндров хон здесь слабенький, уже видны задиры и большой обильный масляный нагар на донышках поршней. На некоторых двигателях Duratec были обнаружены задиры в цилиндрах из-за изношенного катализатора. Керамическая пыль попадала в цилиндры и сильно изнашивала зеркало цилиндров. Это происходило на гарантийных машинах, и многие владельцы решали эту проблему за счет дилера. Сколько всего интересного с Пашей мы нашли в поддоне. Вот это, по ходу, остатки вкладышей, а может и не вкладышей. Сейчас будем дальше разбирать и разберемся, что к чему. Коренные вкладыши изношены. Но это не могло стать причиной клина. Сняли две крышки шатунов, а вкладышей нет. По ходу, они остались в поддоне. По итогу все шатунные вкладыши растворились. Сейчас мы вам покажем несколько степеней износа вкладышей. Вот эти вкладыши сильно задраны и их буквально наварило на вот эту шейку коленвала. А вот эти вкладыши от нагрева буквально навернулись на коленвал и их раскромсало на фольгу. По ходу, этот двигатель был нехило так перегрет, потому что повело постель коленвала. И коленвал лежит в постели вот с таким люфтом. Это просто катастрофа. Хотя, скорее всего, коленвал погнуло, когда его заклинило. Вот видите, вот так он вращается, а так не вращается. Все двигатели Duratec от 1.8 до 2.3 страдают масложором. Причем масложор может достигать до литра масла на 1000 километров. Но есть такие экземпляры, которые проходят 300 тысяч километров и масло не едят. При масложоре двигатель сильно дымит и может не развивать максимальное количество оборотов. Причиной масложора являются закоксованные маслосъемные кольца и еще пружинно-расширитель маслосъемных колец теряет свою упругость. Поэтому даже если вы раскоксовали эти кольца специальным средством, то они не будут прижиматься нормально к цилиндрам. И даже раскоксованный двигатель будет жрать масло на угар. Разборка закончена и сегодня мы разобрали вот такой интересный экземпляр с гнутым коленвалом. Такого у нас еще в разборках не было. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях, то обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok